Бюджет, налоги и приватизация муниципального имущества. Эти темы стали основными на очередном заседании Саратовской городской думы. Народные избранники долго обсуждали, стоит ли повышать налоги и какая сумма нужна для реконструкции Саратовводоканала. О решениях парламентариев наш следующий материал. Бюджет снова вопрос номер один. На заседании городской думы депутаты принимают поправки в главный документ этого года. 10 миллионов получает Саратовводоканал. Деньги пойдут на организацию дополнительных аварийных бригад и покупку техники для устранения аварий. Это необходимая мера, ведь все эти предприятия изношены почти на 100%. В день происходит около 50 прорывов водовода. А вот на городские дороги в этом году денег не добавят. Да и в следующем году их придется урезать. В связи с тем, что город принимает участие в федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья, и на дополнительный метраж город обязан выделять деньги для того, чтобы квартиры покупать для переселенцев. Соответственно, нам пришлось определить приоритет, и приоритет оказался в сторону жителей города Саратова, которые живут в аварийных домах. Поэтому пришлось 500 миллионов зарезерированных под дороги перенаправить на переселение из ветхого аварийного жилья. Еще один важный вопрос касается предпринимателей. Депутаты готовятся повысить коэффициенты по налогу на вмененный доход. Он увеличится незначительно на 2-3% или даже меньше. К этому рано или поздно пришлось бы прийти, говорят городские власти. Налог не повышался уже 9 лет. Но не скажется ли это на ценах на товары и услуги, засомневались депутаты. Очень хорошее выражение, Елена Викторовна сказала, баланс интересов. Налоги. За счет этого живет город, за счет этого живет страна, регион. А как? Совершенно верно баланс интересов. И я вас уверяю, независимо ни от чего, предприниматели в любом случае поднимут цены. Не знаю, поднимем мы коэффициент там, не поднимем. Поднимут. В рамках предложенных поправок меняют и описание некоторых зон предпринимательской деятельности. С тех пор, как это делалось в последний раз, город сильно изменился. Многие бизнес-центры, которые находятся на окраине, стали приносить не меньшую прибыль, чем расположенные в центре города. Появились новые мощные комплексы, куда поток населения ушел. И те, кто сейчас налог по первой зоне платят, они так платят, но у них-то поток ушел, он ушел в новый район. А там были, понятно, и коэффициенты совершенно другие, и зоны совершенно другие. Еще одно изменение в части налоговой сферы касается налога на имущество физических лиц. Ставки приводят в соответствие с федеральным законодательством. Но это решение на налогоплательщиках Саратова не скажется. Ставки останутся на прежнем уровне и сохранятся все действующие льготы. Елена Губенкова, Евгений Шееченко, РЕН-ТВ, Саратов.